Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Это связано с изменением законодательства и уменьшением норматива зачисления в бюджеты регионов доходов от акцизов, сообщает региональный Минфин. Налоги составляют 95% поступлений в бюджет области. Всего в бюджет региона в первом квартале 2017 года было зачислено 9 млрд 275 млн рублей. Программа Экономика. Главврач офтальмологической больницы получила больше своих коллег. Доход Юлии Кудрявцевой в 2016 году составил 2 млн 800 тыс. рублей. Ее собственности квартиры и две иномарки Митсубиси и Фольксваген пишут бизнес-новости в Кирове со ссылкой на декларации о доходах главврачей городских и областных медучреждений за 2016 год. Согласно им, больше никто из главврачей не заработал в прошлом году больше 2 млн. На втором месте по доходам оказался руководитель Кировского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Алексей Мальцев. Он получил 1 млн 989 тыс. рублей. Имеет в собственности две квартиры. Главврач больницы Лепси Сергей Зонов заработал 1 млн 587 тыс. А главврач областной больницы Вадим Ральников получил 1 млн 559 тыс. рублей. Меньше миллиона за год заработали только три руководителя кировских медучреждений. Самый низкий заработок у главврача Кировской горбольницы номер 5 Ольги Магомедовой. За 2016 год она заработала 869 тыс. рублей. В собственности имея только долю в квартире. Эхономика на 101 фм. Кировчан приглашают обсудить бюджет города. Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета за прошлый год пройдут в здании городадминистрации Новоровского 39. 23 мая в 14 часов. Все желающие также могут направить свои предложения и замечания по годовому отчету до 19 мая в письменном виде или на сайт Гордумы. Там же можно найти и сам отчет об исполнении бюджета прошлого года. Доллар сегодня 58 рублей 54 копейки. Евро 64 рубля и 24 копейки. Мария Кожевникова. Новости экономики в Кирове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова